МЕКСИКАНСКИЙ ВОЕН МЕКСИКАНСКИЙ ВОЕН МЕКСИКИЙ ВОЕН МЕКСИКИЙ ВОЕН МЕКСИКИЙ ВОЕН МЕКСИЙ ВОЕН МЕКСИЙ ВОЕН МЕКСИО МЕКСИ spawn МЕКСИ МЕКСИ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Денис Поляцико 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 ввести хотя бы один балл мексиканцам. До речи, вчора и я распочался, пяти сезон соцветной серии, распочался зустречу британских филовых сердец как раз против китайской команды, китайских драконов, и британцы вдома перемогли 3-2. Да, китайцы получили один балл. Китайцы не только один балл получили, его получили, я только за моих поблицах они получили 3-2. Британцы перемогли, и они едут в гости до нас наступного тижня, так само в пятницу. Чекаем вас на 2-2. Ну и ждем, конечно же, возле ринга поддержать наших филанских атаманов. По-моему, позапрошлом сезоне мы встречались с британскими львими сердцами. Вот здесь, на этой арене, Лака Интернешнл. Я помню, ты знаешь, как Двичи не выиграли, по-моему, с решетом 4-1. И с одним и тем же соперником дважды встречался Вася Ломаченко. И уверенно его проходил. Высоченного Максвелла, который на голубь был выше нашего хай-тека. Да, напомним, что все эти ребята уже пришли в профессиональный бокс. Некоторые пошли в ОПБ, как Дмитрий Митрофанов. Профессиональный бокс под игрой АИБа. Но, к сожалению, поединки с его участием можно найти только лишь в интернете. Там пока что с трансляцией у этой леки не все в порядке. Но уже, к сожалению, на сколько я понял, то шансов у Митрофанова получить лицензию нету, потому как он потерпел там поражение в этой лиге АПБ. И в самого контакта выключено найкраще. В час лиде можно ожидать поразки, кто там на данный момент в рейтинге номер один. Будем надеяться, да, что шансы у него сохранятся. Но зато мы познакомимся с другими боксерами, выступающими за украинских атаманов. Много новых имен, новых фамилий. Молоди будут в доступе в этом сезоне. Украинскую молоди. Да, ну а такие зубры, как Ломаченко, Усик, Деревянченко, Голубь, Шелестюк, все сейчас выступают в профиль. Ну, все, ну, возможно, возможно, в складе украинских атаманов, в этой олимпийской сборной, я бы ты загадывал, возможно, мы увидим Дениса Беринчика. Пока что на данный момент, когда я так понимаю, его не имеют в складе команды, мы ждем, с каким рассмотрением закончился этот раунд. 10-9 на пользу Дениса Беринчика. Все идет за планом. Духай Ломельника. 2-0 за раундами. Ну и зараз третий раунд, в котором может затвердить свое лидерство Пуяцика. Так что ничем не сдевует Кристиан Демах. Много чего умеет албанец. Хоть и есть преимущество у Пуяцики, но мы видим, что бой не такой простой для него. С мощной атакой провел украинец. Вкладываются в удары. Чувствуется желание досрочную победу одержать. Да и умеется рубить Пуяцика. Тут и у Демаха проходить двойка, но уже остатний удар боковый принимает на блок. Пуяцика уже прочитал после первого удару. Да, группу держит на месте и блокирует этот левый боковой от соперника. Кстати говоря, мы обещали там о различных новшествах рассказывать в формате ВСБ. Так вот еще одно очень неожиданное новшество, о котором уже шла речь. Это что в следующем сезоне помимо атаманов у нас могут появиться еще и атаманши. Как это не странно. Да, уже говорили о том, что и женщины могут выступать в таком формате и завоевывать лицензии. Все это речь идет о гендерном равенстве. Мол, почему же так мало женского бокса. Но это все пока в планах. Сколько это может осуществиться, мы узнаем позже. Но, возможно, уже в следующем сезоне действительно будут ее барышни у нас боксировать. Ну, я не знаю в цей новині радить или нет. Ну, а почему? Женская сборная по боксу, во всяком случае, я думаю, будет рада и не против. Ну, принадима, зваживание ходить мы будем, так, цей команды. Тейгна Баин нужно ходить. Третий раунд, не знал, аж таки продовжує, як учитель, диктувати диктант тучню Денис Пойцика Кристиану Демаку все йде. Будемо так сказать, может быть так, за конспектами Мельника, точнее, викона. Все на останове. Сейчас поймал соперника Пойцика, но тут же нахватал, принял тройку на голову. Головами. Тяжелый удар по корпусу пропускает Кристиан Демаку и видно, насколько они на него влияют. Встанет 10 секунд третьего раунду. Знову ж таки, тут че сказать, якщо зараз заберется раунд Пойцика, станет 3-0. Вы розумієте, така вага, что... Да, до последнего нужно, опять-таки, держать кулаки за Пойцику, потому что тяжелый вес. Тут все может случиться на последней секунде. так что до последнего нужно за него болеть и снова мы наблюдаем за повторами. Хорошо находит слабые места в защите соперника Пойцика. Казалось бы, в глухом панцире находится Демах, но Пойцика знает, куда бить, как опустить руки соперника. И мы видим, тут были локальные успехи и у албанского мексиканского воина. Но третий раунд за нами, еще психологично на увазе, еще и капитан команды, который будет всегда поддерживать, показал промолы в складе украинских атаманов. Знаете, Пойцика может стать этой человеку, какого-то завжди сможет подказать. Четвертый раунд, нагадаемо. Да, ну, отдаем должное в любом случае Кристиану Дема. Он-то, наверное, знает, какой там счет у судей, но не сдается. Все-таки отдает все свои силы, верит в себя. Ты знаешь, таки вражение, что Кристиан как раз не знайшов свою дистанцию, на которой працювати против Пойоцики. Або Пойоцика не дав это сделать. Поверно, что Пойоцика приятно смотреться. Четвертый раунд, что ты правильно сказал, тут в жодном раунде не можно заграваться. Такая вага, что тут все одним ударом может закинчиться. Да, по всему видно, что у Дема тоже удар присутствует. Так, где-то он заряжается на этот удар и, возможно, я понимаю, что последний шанс это достроковая победа. Где-то он, конечно, уступает Пойоцике в скорости, в таком боксерском мышлении, но все равно много чего умеет. Так, на 5 лет старший за соперника Денис Пойоцика. А это 5 лет опыт, да? Это количество поединков, хотя и Дема ты правильно сказал, но 3 сезони проведу всесвятную серию боксу, то для него новин нема. Ну, оба подустали и усталость уже видна и действия украинца. Ну, мы видим, насколько он волевой боксер, он через немогу все равно идет вперед. Тут, что-то, просто в зубы пролетело. Дема потужный правый. Хороший раунд для украинца. так, так, кей раунд, ось цей удар, ось стоїть Дема, так? Да, левый прицелился, и правая, и правая, в цель. Еще одна атака, это все, про что сказать, там нехай не свеженький бойцик, а четвертий раунд, и тут же как раз на характере, даже эта работа, когда нужно поштовхаться, здесь клинч поделиться, вот на останове Мельника, напомним, с детства, знает, тренует, ведет Дениса по яйцику, все его сильные стороны, знает, что можно подкорректировать по ходу боя, ну и пятый раунд, последний раунд этого боя, последний раунд этой матчевой встречи, напомню, что счет пока что 3-1, все идет к тому, чтобы по яйцик и четвертую победу для нашей команды завоевал, но у легионера, единственная легионера мексиканских воинов остается трехминутка для того, чтобы все-таки исправить эту ситуацию, завоевать хоть один балл для Мексов. Дай ему представляем мексиканскую команду, ну и важко ему против по яйцике. да, тяжелые удары по корпусу от украинца. Ну, стойкий парень этот, Кристиан Дыма, какие лучшие удары в общем-то от по яйцики пропускал и все выдерживал. Так, там печиночка працюет у флотца. Особенно учитывая, как обрабатывает корпус соперника. Перед за всем надо это вернуть увагу, потому что корпус таке заходило, так закручивав удары. Да, очень мощные атаки. Тяжелый вес как-никак. У нас снова же таки повертаешься до наступного вечера, наступного пятницу. Хотелось побачить, мабуть, Вихриста, згадать. Гадаем, что Архипенко цього сезона, я так зрозумів, нема в украинском катамане. Да, я не знаю, что удивительно, в супертяжелом весе, свыше 91 килограмма, у украинской команды представлено аж 7 боксеров. Згадаю, сезон, когда все началось, это украинский катамане в архиве усик и Вихри, здається, в том сезоні одного или двойного бачили, памятаемо нокаут в этом сезоні против USA нокаут. Так, памятаю, что главная проблема была у нас в суперважкій возе. Виктор у нас тут в зале сегодня присутствует, поддерживает украинских катаманов, подъяли, дворот, я так понимаю, хлопцы, для того, чтобы у нас в хевевейте было аж 7 представников. Останние 30 секунд. Зал не те, что вымагает, а хочет до строкового завершения, підтримуется. Дениса. Ну что, последние секунды, последнего раунда этого боя, этой матчевой встречи отдает все свои силы. Украинец Михаил Мельник подсказывает, ты не устал, работай. Но він тренер, він, краще знаем, правильно? Дема, Дема, вкладается в сценарий из остальных сил. Да, хоть и неплохой удар был на последних секундах от Кристиана Дема, но в целом это капля в море. Денис Пайцика отдал все свои силы, продемонстрировал свои лучшие качества для победы украинских атаманов со счетом 4-1 и таким образом мексиканцы не зарабатывают ни одного балла. Роман Семенишин, леворуч, праворуч, Михаил Мельник, тренери, они повернулись снова в этом сезоне, но и Октавио Роблес, главный тренер мексиканской команды. Ну, Дема, мабуть, так не удалось, возможно, так сказать, что не удалось продемонстрировать все, на что он ладен сегодня, потому что все сделал пояцик, который сейчас посчитается. Неплохой, и сказать, что это была легкая прогулка для Дениса пояцик, абсолютно нельзя. Бой был тяжелый, и, в общем-то, были успешные моменты и у Кристиана Дема. Рабочая победа, за что мы и благодарим Дениса, и поздравляем его с такой трудовой победой. Так, приемно смотреться на такие победы, нехай не достроковые, не обязательно, это в боксе главное, это, опять же, это, в принципе, проект соцсетной серии бокса украинских аттеменов, такое объединение бокс, из одного того, индивидуальный вид спорта, из другого команды. Давайте послушаем Сергея Бреля. 50-45, 50-45, святые ворота, 50-45, меньше, чем, но, впевнене, что лише достроковая перемога Денис Пояцика перемогает. Загальний рахунок сьогоднішньої зустрічі украинские аттемани против Мехико Герерос 4-1, Мехаил Завьянов задоволен или нет? Думаю, задоволен. Да, то, что мы увидели похожее на профессиональный бокс, 4-1. Мы, я так же имею, сейчас в первой группе А. Дякую, что эти две часы были вместе с вами. Для вас работал я, Володимир Кобелько. Я, Вячеслав Поначевный, держим кулаки за наших. Еще обязательно почуемся и уже наступного тижня. Вакурина. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры